Муж наставит на ношение платка в повседневной жизни, видит в этом смирение и защиту от лишних мужских взглядов. Можно ли ослушаться мужа в этом вопросе и не носить, и надо покориться и носить? Вообще, в русской традиции замужняя женщина ходила в платке. Это, конечно, относилось к крестьянкам, но, в принципе, и к дворянкам до Петровского времени там тоже было то же самое. Конечно, это постепенно утерялось, было утеряно. Сначала в дворянском, в высшем классах, после Петра Первого, потом в постсоветское время уже и для всех. Но, знаете, конечно, это сейчас не принято. Сейчас женщины как-то в платке не очень так ходят, даже зимой-то не так много, все как-то в шапочках. Но в этом ничего плохого-то нету. Знаете, надо посмотреть на русских девушек, которые выходят замуж за мусульман. Но там очень это строгое требование. Они там спокойно ходят в этих своих мусульманских платках специальных и совершенно не комплексуют по этому поводу. Вот она, я сейчас-то вижу, и про мусульман, конечно, не говорю. Они идут, и, так сказать, как-то вот у них все нормально, у них все хорошо. Поэтому здесь ничего плохого нету. Конечно, мы можем с мужем поговорить, сказать, ну, муж, сейчас это не принято, как-то мне неудобно. Я буду слишком выделяться. Я буду все смотреть, пальцем показывать, и мужчины будут смотреть. Иногда женщина в платке, особенно с ней, идет, она очень красивая. Это может притягивать мужские взгляды. Есть женщина красивая в платке, и все на нее смотрят, потому что она в платке. Ну, она необычная такая, да? Вот. Поэтому вот тут тоже, знаете, есть свои аспекты. Кстати, если вы пойдете куда-то на Ближний Восток, то если женщина идет без платка, ну, местная женщина, то, скорее всего, она христианка. Потому что христианские женщины из принципа платки, там, где-то в Палестине, там, и так далее, не носят. Ну, чтобы как-то деляться с им самым самым. Поэтому платок, это, знаете, такая вещь все-таки опосредованная, не главная. Не главная. Поэтому как-то особенно делать упор на этих платках не стоит. Не стоит. Ну, хотя бы в храме, конечно, носить платочек неплохо было бы, да? С покрытой головой, как говорится еще в Писании, знак для ангелов. Вот, и это, ну, когда, вот, я даже по себе знаю, вот я могу молиться дома, например, ну, в чем я хожу дома, да? Я дома по подрясник не хожу. Такой домашней одежде, там, рубашки, штанах. Но когда я одеваю подрясник, и витрохель, поручи, я сразу внутри такой, знаете, ух! Такая некая мобилизация, естественно, происходит. И на молитву становится легче. Так, и я думаю, что если так вот себе настроить, что я вот когда в платке, я молюсь, вот это одевание платка уже будет вас мобилизировать. Уже настраивать на духовный рад. Это будет помощь. Помощь в молитве. Мы, у нас вообще, молиться, она вообще трудновато, честно говоря, да? Мы все знаем. А здесь вот какая-то помощь будет. Это будет хорошо. Поэтому это, конечно, то, что ваш вопрос, это вы должны решить с мужем. Здесь не стоит ваше внутрисемейное отношение никому вмешиваться. Это ваше дело с мужем. И я думаю, что этот вопрос можно по-хорошему решить на внутрисемейном совете. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.